Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 346, GZL, император Павел I. Привет, друзья! Последние 4 месяца в рубрике «Жизнь замечательных людей» мы говорили о Екатерине II. А сегодня мы поговорим об ее сыне, Павле. Именно он сменил Екатерину на русском престоле. Павел правил недолгие пять лет. Наверное, это не самый успешный русский император. Он отличался непоследовательностью. Был довольно странным и эксцентричным человеком. И, возможно, не стоило бы говорить о нем вовсе, если бы его судьба не была яркой иллюстрацией правильности материалистического взгляда на историю. Именно такого взгляда мы и придерживаемся. Прежде чем начать рассказ непосредственно об императоре Павле, мы перескажем вам судьбу еще одного человека. Он жил спустя 150 лет после Павла. Жили они буквально в противоположных частях земного шара. Что же у них общего? Ответ будет в конце нашего выпуска. Итак, наш первый герой – Сальвадор Альенде. Он был президентом Чили с 3 ноября 1970 года по 11 сентября 1973 года. Сальвадор происходил из богатой аристократической семьи и, в принципе, не нуждался ни в чем. Однако еще в 30-х годах 20 века он принял активное участие в создании социалистической партии Чили. Начиная с этого времени он поддерживал различные левые организации своей страны и, начиная с этого времени, являлся видным политиком и занимал те или иные важные посты. Наконец, в 1970 году ему удалось избраться на пост президента Чили. Кандидатуру Альенде поддерживал Советский Союз. Соединенные Штаты Америки поддерживали его конкурента. После избрания он взял курс на национализацию крупных предприятий и земельных угодий. Владельцам предприятий и земель полагалась компенсация. Но, разумеется, их не устраивало такое положение вещей. Земля перераспределялась в пользу крестьян, а на предприятиях предполагалось установить самоуправление. Таким образом, реформы Альенде напоминали реформы большевиков в России. Основой экспорта Чили является медь. Медные заводы принадлежали американским капиталистам. Они вложили в эти производства большие деньги и отказались принять от правительства Альенде компенсацию. Правительство США организовало бойкот чилийской меди на рынке и сыграло на бирже в сторону понижения цены меди. Также были заморожены счета Чили в американских банках. В результате правительству Альенде был, что называется, перекрыт кислород. То есть созданы смертельные, губительные условия. На улицах начались народные волнения, протесты. Одновременно американцы дали денег представителям военной верхушки Чили под руководством Аугуста Пиночета. В свою очередь военная верхушка была представителями правящего класса, то есть крупных капиталистов, связанных с американским капиталом. В стране был организован военный переворот, в ходе которого Сальвадор Альенде предположительно был убит. Собственность вернулась к собственникам, в том числе и к иностранным. В стране были организованы репрессии, в ходе которых были убиты или пропали без вести несколько тысяч человек. Еще около миллиона человек были вынуждены уехать из страны. Если вы смотрели сериал Breaking Bad, то должны помнить, что один из героев, Густаво Фринг, как раз попал в США после того, как чудом сбежал из Чили. На этом пока предлагаем сделать паузу и перейти к нашему сегодняшнему герою, российскому императору Павлу I. Павел родился 20 сентября 1754 года в семье наследника престола, будущего Петра III и его жены Екатерины, будущей Екатерины II. Если вы внимательно слушали наш рассказ о Екатерине, то можете вспомнить, что этот брак был неудачным. Петр не любил Екатерину, а она не любила его. А полную версию этого подкаста вы найдете на нашем сайте torpod.com. Для этого вам нужно подписаться на платные выпуски. Заходите на страничку Membership Options Page и вы увидите несколько способов оплаты подписки, начиная от PayPal и заканчивая карточками MasterCard, Visa, American Express и т.д. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то осталось непонятным, смело пишите нам на почту tasteofrussian.gmail.com. Ответим всем и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok